итак друзья что у нас вчера было за мероприятие вчера бы завели первую версию ежедневных задач вот какую информацию удалось нам собрать и ребята вот получается покидали нам скрины а выйти с локации как видите с правой стороны у нас указано что за локация не просто выйти нам на всех локациях до локации резерв опять же level 41 у меня level 54 мне нужно выйти пять раз у матушки три раза нужно выйти дальше выйти с локация резерв ему дают 8000 опыта мне дают за 5 44 тысячи опыта тротиловая шашка бензиновая зажигалка мне примеру нужно найти сейчас граната м67 граната м67 и дымовые шашки у него 7900 у меня что-то порядка 60000 опыта опять же это будет а бигмен слайк пишет устранить диких с расстояния более чем 50 метров а мне нужно убийца нет ара 50 метров как видите с уровнем экспо за выполнение деликов растет чем выше ваш уровень тем больше вас экспо рон туалетной бумаги 6300 любая локация сверху от обращать мнение что сверху написано также появился прогресс на базовых квестах сейчас покажу вам в игре если мы смотрим наши квесты задачи то появился прогресс таблица прогресса теперь можно отмечать магазины теперь можно отмечать магазины ребят цветом примеру если вы используете калаши там у вас есть патроны bt-шки в магазине и все магазины у вас темного цвета вы не знали каком магазине из них bt в каком bs раньше порвалось получается примеру оранжевый магазин режуха там была бс к во всех остальных магазинах у нас бт-шки то теперь вы можете любые магазины отметить маркера тесно правой кнопкой нажимаете на магазин метка и теперь как кейсы магазины можно пометить написать там bt bp какого с боеприпас находится в данном магазине и так ежедневные квесты будут у всех торговцев на данный момент квесты не дают не отнимают репутацию ибо сейчас все что связано с репутацией связано сных квестах сделано для того чтобы не ломать основную систему репутации награда и сложность увеличивается у ежедневных заданий зависимости от вашего уровня на данный момент чем выше уровень тем больше награда ну и сложность квестов соответственно каждый квест от разных торговцев будет чувствоваться что задания именно от этого торговца получается квесты специфические если у нас лыжник любите погвать чего кашников там Юсеков то бараходщика будет совершенно другие квесты будущем ежедневные квесты будут иметь больше фишек это только первая итерация данной системы каждый игрок имеет свой набор ежедневных заданий если Если вы будете много заданий проваливать, система в следующий раз, скорее всего, даст задание полегче. Это первый вариант ежедневных заданий. В будущем система будет намного глубже и будет иметь глобальные ежедневные задачи среди всех игроков. Виды ежедневных заданий. Ну, опять же, найти предметы, принести предметы, убить босса, убить ЧВК, убить диких. Данные задания гибко изменяются под разные параметры, поэтому они создают разнообразие ежедневных заданий. Также будут фракционные войны по мере данных заданий и фракций, которые победят в задании, будут получать награды. Другая не получит. Например, задание убей диких на развязке, чья фракция больше убьет за отведенное время, та и фракция победит. Будет временное задание от механика, связанное с модификацией оружия. Тоже, кстати, очень интересно. Вечером прошел подкаст на английском языке от Red7. Там было также Ginger, Landmark и HyperRed. И Glorious, соответственно. И специальный гость был Никита Буянов. Что интересного рассказали на подкасте? В подкасте было чересчур много повторных вопросов из прошлых подкастов. Получается, постарались мы выбрать все самое необходимое, самое важное. Ну, серьезно, как бы. Ожидали то, что ребята подготовятся, может, посмотрят другие подкасты. Было очень много воды и повторяющихся вопросов. Типа, когда Scar? Никита, когда Scar, Никита? По арене был вопрос. Арена это DLC для игры. Его получат только те игроки, у которых EAD издание. Максимальный пак за 5000 рублей. Всем остальным придется докупать отдельно. Новые игроки смогут купить арену без основной игры. Тоже, как бы, плюс. В арене будет режим ПВЕ и ПВП и прочее. Так можно будет тренироваться. ПВЕ будет в онлайне. Опа-на. Скорее всего, можно будет группами собираться. Прочее. Рейдеры не появлялись. Их было мало. На локации лаборатории это был баг. Данный баг должен был быть пофикшен сегодняшним патчем. Ну, мы видим все прекрасно, что он пока не пофикшен. Разрабатывается специальная локация для обучения, ребятки. Также HyperRed задал вопрос по поводу урона в руки. Когда происходит ампатч, руки поднимаются, получается, и урон проходит по рукам. На моих стримах вы это видели несколько раз. Когда мы стреляли волтынчика в голову, попадал урон, руки поднимаются, урон в руки заходит, руки не простреливаются, голова цела, игольники урона не наносят. Он выживает, я умираю. Также был вопрос по поводу двойного урона от боссов. БСГ проверит урон от боссов и рейдеров, когда он умножается и происходит резкий буст урона. Опять же, вчера мы на стриме прям умерли от товарища глухаря, когда он сделал подкат, выстрел раз, и мы тут же умерли. В будущем будет новая система баллистики, поэтому ждем, ребят, она вступит в силу под конец года, скорее всего, в патчи, которые будут у нас под Новый год. В 12.12 будет больше поломок оружия, некоторые будут требовать больше времени для исправления поломки. Во время этого будет лучше доставать ваш пистолет, чем пытаться исправить поломку. Соответственно, ребятки, будем таскать пистолеты, поскольку будет система перегревания оружия, будут новые клины, не осечки, а именно клины добавлены в игру. И БСГ очень гордится данной системой, поскольку ни одна другая игра не имеет столько же косяков с оружием из жизни. Также будет перерыв оружия. Постепенно и визуально вы это заметите. Соответственно, будет ствол перегреваться, скорее всего, баночки будут там накаливаться, как-то дымок идти дополнительный. И могу заметить то, что у нас, скорее всего, пулеметы с усиленным стволом будут в мете. Взять то же самое РПК, у него толстый ствол усиленный, он и так быстро перегревается. Поэтому это и пехотный такой, такой ручной пулемет. Это как РПК-74, либо там ХК-шка, опять же, усиленная. Итак, со 100% до 95% оружия ломаться не будет, ребят. Опять же, это пару-тройку магазинов бронебойных патронов. Попросили проверить синюю комнату на локации лаборатории и поднять в ней лут. Опять же, это сделал у нас Hyper Red, поскольку синяя карта стоит дорого. После улучшения лута, там лута не появилась. Много разработчиков в БСГ играет Тарков, и есть специальный чатик, куда они записывают свои идеи по улучшению игры. В будущем, возможно, появится небольшая визуальная кастомизация вашего оружия. Что такое визуальная кастомизация, ребят? Это, скорее всего, покраска оружия под песок, под мультикам. Опять же, не появятся, слава богу, розовые стволы. Покраска оружия такая же, как в жизни у челка, у военных. Так, был вопрос по поводу скиллов. Система скиллов будет переработана в будущем, особенно к релизу. Поэтому ждем, ребята, полной переработки скиллов. Также Никита сказал, насколько я помню, что некоторые скиллы просто уберут, ребят. Их просто уберут. Система, связанная с радиацией. Да, сказали, что радиация будет добавлена, как в Сталкере, Никита сказал. Глориус задал вопрос по поводу снега. Никита сказал, возможно, maybe. Но неизвестно, когда снег появится в игре. Опять же, от себя скажу, снег это нагрузка на комп, нагрузка на ППС. БСГ не планирует снижать количество убийств, киллы на Олимпийку. Они хотят, чтобы награда чувствовалась уникальной и сложной в получении. Так, сборки, амундирование запланированы в будущем, но не скоро. Что такое сборки, амундирование? Это, чтобы, к примеру, вы вышли в рейд, вас убили. И вы не тратили 5-10 минут на сборку экипировки. Ваши разгрузки, туда нужно будет положить магазины, медицину всевозможную. Там, рюкзак, кронежилет, шлем, наушники. И у вас будут пресеты. Не знаю, правда, как они сделают это, поскольку сейчас сборка калаша, там, АКМа. До сих пор выходит наша замечательная, любимая ошибка. Думаю, с этими сборками будет еще больше ошибок. Так что такой подкаст, ребятки, вот такой подкаст был вчера. Сори, но читать не твое. Сори, у тебя есть выбор, смотри другого стримера. Вот, вот падла, падла, вот падла, паскудом развода урок.